Житель Армении во время пандемии решил подзаработать бабла. Значит, 52-летний мужчина переоборудовал подвал своего дома в тюремную камеру, а родственники дельца изображали его сокамерников. Что значит этот человек делал? Он общался в Телеграм и Скайп, представлялся отбывающим срок криминальным авторитетом и предлагал свои услуги. Всего за 100 долларов он торжественно объявлял человека четким пацаном, а за 500 называл его стремягой, стремящимся познать воровскую идеологию. От 200 до 700 долларов армянин брал за то, что назвал кого-то крысой или подлецом. Самой дорогой услугой была коронация вора в законе. Чтобы получить на это разрешение, клиента выкладывали по 5000 евро. Внимание! Журналисты выяснили, что мошенник чаще всего разводил подростков и водителей такси, проживающих в Крыму на северном Кавказе. Сука, и Кубан! Таксисты, вы ебанутые! Скажите мне, пожалуйста, вот нахуй тебе титул, блядь, вора в законе, вот ты ешь? Ну, вы знаете всю эту историю про армянских таксистов, да? Это традиционная хуйня. Когда он тебя везет, он начинает с тобой говорить. И всегда говорит, брат, да я здесь это хуйня, я так подрабатываю. У меня бизнес вообще был большой, блядь. 5 миллионов долларов поднимал в месяц. Вот, ну там, блядь, по пьяни проебал, все, блядь, едет. А сейчас вот он то же самое будет рассказывать. Ну, я вообще вор в законе, я, да. Гурген, блядь, да. Кто короновал меня? Ну, в Твиттере там, блядь, в Телеграме, ебану, блядь. Вот, сука, нахуй вам, блядь, эти... Ну, что, ебанулись, блядь? Ну, и, конечно, не завидую я армянину, потому что за вот эти вот действия, противоречия арестантскому уставу, придется, мне кажется, ответить в местах не столь отдаленных. Нельзя такими вообще вещи продавать. Грустная история.